10 странных сигналов из космоса Безвоздушное пространство далеко не безмолвно. Об этом свидетельствуют звуки, которые ученые получают постоянно, и объяснения, которым ищут до сих пор. Радиогул В 2006 году ученые Колумбийского центра исследовательских аэростатов НАСА запустили метеорологический зонд, который призван был искать следы нагревания от звезд первого поколения в верхних слоях атмосферы. Там, где она переходит в космическое пространство. Но вместо этого исследователи услышали странный радиогул, который приходил из далекого космоса. Ни причины его, ни источник не определены до сих пор. Мелодия Миранды Миранда – самый близкий из пяти спутников Урана. Поверхность этого спутника, который в 7 раз меньше Луны, изрыта глубочайшими каньонами, за что Миранду еще называют Луной Франкенштейна. Но еще удивительнее – звуки спутника, записанные космическим аппаратом Voyager 2. Они оказались настолько необычными, что парни из НАСА даже выпустили альбом под названием «Мелодия Миранды». Звуки Юпитера Но если мелодию Миранды можно назвать умиротворяющей, то звуки Юпитера могли бы служить неплохим музыкальным фоном к какому-нибудь фильму ужасов. Послушайте их. Они воистину зловещи. В 1996 году космический аппарат «Галилео» передал их на Землю. Ученые полагают, что источником этих звуков являются заряженные частицы, скапливающиеся в магнитосфере спутника Юпитера – Ганимеда. Гул Сатурна Не менее зловещий шум исходит от другого гиганта Солнечной системы – Сатурна. Космический аппарат «Кассинио Хайдженс», запущенный к планете в 1997 году, на расстоянии еще 377 миллионов километров от планеты зафиксировал радиоволны, которые исходили из областей полярного сияния на полюсах Сатурна. Звуки планеты отличаются сложной структурой и большим количеством восходящих и нисходящих тонов, множеством изменений частоты и времени звучания. Так говорят звезды. Частоты изменения яркости кривых блеск звезд, записанные обсерваторией Кеплер, очень напоминают звуковые частоты, которые неуловимы для нашего уха. Исследователи использовали так называемое преобразование в фурье и довели эти частоты до ясно различимых звуков. Си бемоль черной дыры Этот ужасающий шум воссоздал Эдвард Морган из Массачусетского технологического института. Для этого ему понадобились данные самой большой черной дыры звездной массы в Млечном пути, в звездной системе GRS 1915-105, что в созвездии Орла. Эта черная дыра тяжелее Солнца примерно в 14 раз и находится в 36 тысяч световых лет от нас. Выражаясь языком музыки, радиошум, который издает это место, соответствует ноте си бемоль, но находится на 57 октав ниже, чем нота до третьей октавы. Люди же способны услышать лишь 10 октав. Звук черной дыры – самая низкая нота, зафиксированная во Вселенной на сегодняшний день. Импульсы радиоизлучения на телескопе Паркис В период с февраля 2011 года по январь 2012 года австралийским радиотелескопом Паркис были зафиксированы 4 импульса радиоизлучения, каждый из которых длился миллисекунды, но был невероятно мощен. Чтобы произвести один такой импульс, Солнцу понадобилось бы 300 тысяч лет. Существует несколько гипотез, объясняющих радиоспышки. Одной из них является столкновение магнитаров, нейтронных звезд, обладающих очень сильными магнитными полями. Импульсы радиоизлучения на телескопе Арсиба Импульс, подобный тому, что зафиксировал телескоп Паркис, в начале ноября 2012 года засек и радиотелескоп Арсиба в Пуэрто-Рико. Расчеты показали, что такие импульсы, как выясняется, совсем нередки и возникают 10 тысяч раз в день. Сегодня астрофизики заняты тем, что пытаются ответить на вопрос, почему эти импульсы издаются так часто и что они означают. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok